МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газ, тепло, вода – одни из условий комфорта в доме. В такой дом хочется возвращаться, собираться за семейным столом, растить детей и творить. Именно об этом будем говорить в программе «Вектор комфорта». Меня зовут Татьяна Молокова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Яичница для газовиков. К деревню Пущино Мариинско-Пасадского района пришел газ. Вода – жизнь. В районах республики ремонтируют и модернизируют водонапорные башни. Тепло в доме. Ночь в Оксарске модернизируют коммунальные тепловые сети. Газ – это не только возможность быстро приготовить еду, но еще и комфорт и тепло в доме. В начале сентября до 26 домов деревни Пущино Мариинско-Пасадского района дошло голубое топливо. А в ближайшее время еще шесть объектов в Чувашской республике получат газ. В начале года староста деревни Евгений Соловьев от имени односельчан написал письмо в газоснабжающую организацию, где рассказал, что рядом проходит магистральный газопровод, а они до сих пор топят дровами. Газопровод длиной 3 километра. На его строительство было потрачено 4 миллиона рублей. Средство получено в рамках республиканской программы о модернизации и развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства. Для жителей села газ долгожданный. Раньше, чтобы приготовить и согреть дом, им приходилось покупать дрова. А это 12 тысяч рублей в год. Конечно, платить нужно будет и сейчас, но это совсем другие цены. Но и жить станет легче. Кто дровами не пользовался, тот не поймет, что такое газ. Экономия – это раз. Ходишь, колешь, таскаешь, нагрузка. Здесь включил – тепло, светло, и дети появляются. Деревня живет. Супруги Шорнина в Пущино приезжали только на лето. Теперь провели газовое отопление и смогут жить и в зимние месяцы. Здесь мы готовили на электрической плитке с двумя конфорками. И в дом пошло тепло у нас, батарею поставили. Все, посмотрим. На блюдо открыли, поворачиваем. Все, пошел. Все, сработает. По традиции газовиков первым блюдом должна стать яичница глазунья. И, конечно, готовили ее на новой плите. Символичную яичницу жарили вместе с гостями. Газ для жителей деревни – это качество жизни. Это качество жизни, которое характеризуется тем, что человек, в принципе, уже в сельских населенных пунктах чувствует, так скажем, весь комплекс комфорта проживания без оглядок на местонахождение того или иного населенного пункта. Исторически процент газификации Чувашской республики довольно-таки высок, и остались, так скажем, небольшие анклавы, которые, к сожалению, сегодня жители этих анклавов не могут в полной мере получить, так скажем, качественные условия проживания. Высокий процент газификации, упомянутый Александром Героевым, это 93,6. И благодаря утвержденной программе в ближайшие пять лет он должен еще увеличиться. Газифицированных населенных пунктов станет больше. В этом году, кроме деревни Пущино, завершено строительство новых газопроводов в Козловке, в селе Шихазан и Канажского района, в деревнях Кудеиха, Порецкого и Шертаны и Бресинского. Возможность пользоваться газом получат жители 300 домов, объекты соцкультбыта, административные здания и спортивные учреждения. Вода из-под крана, мусор в контейнер. Почти как в городе, именно такие условия создают в сельской местности благодаря капитальному ремонту водонапорных башен и созданию цивилизованных мест для сбора твердых коммунальных отходов. В деревне Янзык-Косы водонапорная башня была, но вода до жителей последние 20 лет не доходила. Не хватало энергетической мощности, чтобы подать ее в трубы. В 90-х здесь полностью срезали линии электропередач. Спустя время пришли в негодность и трубы. Минувшим летом их заменили. По программе инициативного бюджетирования вместо старых металлических проложили пластиковые. Подвели их к домам. Теперь осталось дождаться, когда подрядчик пробурит скважину. Водобашни старые, она не эксплуатировалась из-за того, что у нас не было света. Вот здесь у нас и в деревне не было воды. 25-го у нас в августе был проведен аукцион. С этого как бы в сентябре начали строить уже. За две недели уже поставили башню и начали бурить скважины. Осталось еще немного. Здесь было три скважины. Все три скважины, они практически нерабочие. Так как нерабочая скважина, нам приходится скважину бурить заново. Вот вы, наверное, видите, здесь установка. Сейчас они проходят. Ставят кондуктор диаметр 219 метров на глубине 50 метров, как они сказали. И потом будет основная труба, дойдут до трубы. И, как сказать, после того, как мы уже саму скважину, так сказать, забуримся, установим все трубы. Установим насосы. И после этого уже можно, грубо говоря, этими насосами уже заполнять нашу башню водой. А после того, как вода наполнится, у нас там будет умная автоматика. Будет смотреть верхний слой и нижний слой. И вот будет после этого уже башня, из башни вода будет ходить уже потребителям в деревню. Подрядчик обещает, что в конце сентября у жителей деревни Янзыкосы уже будет вода. А до конца года будет отремонтировано 29 из 50 водонапорных башен в Цивильском районе. Сегодня уже в районе реализуется 29 проектов по замене водонапорных башен. То есть объявлены аукционы, идет поиск подрядных организаций. В принципе, уже большая часть аукционов состоялась. И я думаю, на выходе мы тоже будем иметь, если все хорошо сложится, вот такой же пример, как в втором Косинском сельском поселении. Этой водонапорной башне в деревне Яшкильдина Красноармейского района более 40 лет. За эти годы конструкция имморальная, физически устарела. А жители испытывают перебои с водой. Нижняя часть водобашни, она со временем все же, будем говорить, подвергается коррозии. Соответственно, проводятся ремонты работы, проводится демонтаж, вырезка нижней части. Благодаря республиканской программе до конца этого года проблему удастся решить. В республике сейчас 1300 водонапорных башен. Часть из них в таком же состоянии, часть изношена еще больше. Во многие населенные пункты вода попросту не доходила. Были перебои с электричеством, ломались насосы, засорялись скважины, ржавели резервуары. На сегодняшний день большинство населенных, то есть большинство органов местного управления уже проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики. В некоторых уже приступили подрядные организации к капитальному ремонту. На следующий год это направление будет продолжаться и 100 миллионов рублей уже закладываются в бюджете для того, чтобы в следующем году продолжить этот процесс и дать денег на то, чтобы был проведен капитальный ремонт. В Красноармейском районе всего 89 водобашен. В этом году муниципалитету выделено 19,5 миллионов рублей. Из 22 представленных на конкурс проектов комиссия одобрила 18. До конца 2020 года подрядчики должны их либо отремонтировать, либо заменить. К счастью, вода в районе отвечает всем санитарным нормам. По качеству воды, значит, вообще у нас в Красноармейском районе вода, она считается качественной. Системы водоочистки у нас практически ни на одной водобашне не присутствует. Она вот очень, ну, хорошего качества я бы сказал в районе, значит, по вкусовым качествам, по, значит, показателям вообще по всем. В Исаковском сельском поселении 10 деревень. Водонапорные башни есть, но в 8 плохом состоянии. Сейчас жители деревни Ешкильдина ждут ремонт водобашни. Вода, конечно, есть, даже хватает на небольшой фонтан и полив цветов в огороде. Но деревня растет и появляются новые улицы, поэтому здесь так ждут ремонт водобашни. Население как бы условия улучшается, как бы начинает население жить как в городе. Комфортно начали жить, условия создаются, хорошие, мощные, красивые дома строятся. В доме тепло, касс и вода, стиральные машины. В деревне Ешкильдина там увидели новую улицу. Новая улица, как бы уже вода не хватает. Напомним, в этом году 200 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. Из 260 участвовавших в конкурсе проектов 217 получили финансирование. Еще одна важная тема – цивилизованный сбор твердых бытовых отходов. В Красноармейском районе начали установку новых мусорных евроконтейнеров. Вместо старых металлических баков – пластиковые. Из плюсов они большие, закрываются крышкой, оборудованы колесиками, что позволяет подкатывать баки к машине, если та не может подъехать вплотную. В 2019 году вся страна перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ну и республика наша в числе первых субъектов Российской Федерации определила регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. И проблема состояла в том, что для того, чтобы осуществить вывоз в основном из сельских населенных пунктов, необходимы были контейнеры, контейнерные площадки. То есть в населенных пунктах сельских не было контейнеров, и мусор вывозился только мешковым способом, осуществлялся сбор. Сейчас же, получается, устанавливая контейнеры и контейнерные площадки, контейнеры, мы можем, значит, не мы, а региональный оператор может осуществить механизированный сбор, что, значит, позволяет более чистыми оставлять контейнерные площадки. В рамках региональной программы по переходу на систему качественного обращения с твердыми коммунальными отходами в районе было установлено свыше 300 контейнеров. Вот эти контейнеры нам были все же недостаточны, в процессе эксплуатации все же выявилось, и мы делали запрос в Министерство строительства о выделении дополнительных контейнеров к нашему району. И, соответственно, в рамках подписанного соглашения между Министерством строительства и администрацией Красноярмейского района нам выделены финансовые средства, порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. И мы закупили по системе торгов 127 евро контейнеров. И смысл закупки заключался в том, что была обозначена проблема дальнейшей реализации вот этой программы сбора, именно обращения с твердыми коммунальными отходами в плане, значит, селективного раздельного сбора. Поэтому, значит, закупка была произведена контейнеров другого цвета. Всего в Чувашии до конца года будет закуплено 5000 евро контейнеров. Люди сами решают, куда какой мусор складывать, чтобы привыкнуть к раздельному сбору мусора. Перейти на такую систему обращения ТКО в республике намерены уже со следующего года. В зимнее время, пожалуй, главный критерий комфорта – это тепло. И очень жаль, что из-за аварии и энергопотерь в наших домах бывает холодно. В Новочебоксарске за два месяца рекордные сроки заменили 5 километров сетей, которые снабжают теплом два микрорайона – Иваново и Речной бульвар. 26 тысяч жителей микрорайона, 284 предприятия. Каждый отопительный сезон легко могли остаться без тепла. На изношенной теплотрассе были самые большие потери тепловой энергии. В полтора раза больше, чем положено по нормативу. В последнее время 3-5 лет каждый год зимой мы здесь устраняли аварии. Свищ какой-то. Подключаем отопление, но переводили, конечно, потребители по другой ветке. И вот отрезали трубу, монтировали новые. Вот такие кусочки постоянно делали. На старых трубах трассы невооруженным взглядом видны коррозия и дыры. Новый трубопровод длиной 5 километров уложили в рекордные сроки. По нормативу такие работы обычно проводятся за 8 месяцев. Но в Новочебоксарске удалось это сделать за 2. Сейчас подрядчик выполнил монтаж трубопровода. Остались только внешние работы. Для того, чтобы заделать стыки, сегодня надо промыть, опрессовать, потом заделать и запускать теплотрассу. Реконструкция наземной части теплотрассы в Новочебоксарске ведется при поддержке фонда содействия реформирования. Наш проект, вообще весь проект включает 4 объекта. Вот первый объект это вот этот в этом году. И еще 3 объекта будет в следующем году, в 2021. Вот. Всего фонд нам выделил 100 миллионов рублей. И соответственно софинансирование есть как из республиканского бюджета 19% и 21% за счет нашего предприятия. МОП коммунальные сети города Новочебоксарска. Это за счет нашей инвестпрограммы. По предварительным оценкам реконструкция объекта позволит экономить на технологических потерях тепловой энергии до 2,5 миллионов рублей ежегодно. А это благоприятно скажется на тарифной политике и даст возможность приводить в надлежащее состояние другие изношенные участки тепловой сети. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»